из комеля березовой чурки буду готовить ручку чтобы у меня был не один колун а несколько колунов потому что вот такая чурка огромная вот здесь я смотрю просто ровненько это мне упростит работу и здесь тоже ровненько тоже упростит работу на карандаш так и теперь можно взять размер вот по этой линии возьму то есть вот это широкая узкая вот это вот линия теперь взял вот эту вот линию и вот здесь тоже вот смотрите вот так возьму мне здесь нужно взять больше я вот так возьму потому что этот брусок водянистый я возьму больше то есть у меня получился здесь как бы клин он еще не получился но будущий клин будет вот такой вот вроде понятно здесь нужно заузить заузить чтобы в дальнейшем мне можно было спокойно туда как бы втянуть тягивать тягивать если что напильником или вы либо топором подчесывать все будет прекрасно ну вроде понятно либо стамесочкой вот этим я сейчас и займусь есть для этого пила сейчас черта и буду пилить по черте вот это пилы есть же площадкой и вот здесь ровная поверхность и эта площадка двигалась вот по вот этой строганой поверхности и получился вот такой вот один и второй брусок вот видите как получилось то есть получается как вот здесь уже и вот здесь уже четко на клин получается раз два то есть вообще классно получилось теперь нужно отпилить а тут по моему получается просто шикарно да ничего пилить не буду просто шикарно получилось ну тут даже меньше он видно здесь пустое место это очень плохо теперь потихонечку подгоняю не вот сюда подгоняю а вот сюда потому что здесь высота меньше чем здесь и если вот здесь примерить даже вот в этом месте то получается отверстие сквозные вот именно вот в этом месте мне нужно здесь а вот в этом месте получается просто шикарно вроде понятно и теперь вот здесь шире вот здесь или здесь шире непонятно где шире-то не разобраться похоже вот здесь шире все и теперь нужно мне потихонечку подгонять каким-то образом то есть вот смотрите запихал запихал вот здесь будет ручка вот эти вот темные места есть сейчас и буду строгать прям на месте и вот здесь тоже самое хотя здесь угол смотрите какой-то здесь полукруг а здесь прямоугольник получился ну ничего страшного включая ужин вот Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот здесь смотрите врезается... Вот до сих пор дошло... И каждый раз карандашом... Вот здесь вот смотрите пятачок... И вот здесь пятачок... Здесь нет... И... Классно получается... И так каждый раз... И вот так вот смотрю... Вот смотрите какая плотность... И смотрю на... На... Прямую... Вот к этой ручке... Чтобы обязательно была прямая... Ну вроде понятно, да? И каждый раз вот так вот... Черточку... И опять снимаю... Снял... Вижу черточку... Вижу черные места... Вот здесь упор... И таким вот образом... С помощью этой болгаркой... И с помощью... Вот этого станка... Строгаю... Подтесываю... И... Все ближе и ближе... Вот сюда... Оставлю вот такое вот... Расстояние... На сушку... Все это усохнет... Потом дальше буду забивать... Прямо на месте... Ну вроде понятно... Вроде что-то получается... Ну у меня... Это... Работа будет... Не одна... С клоном... А вторым... Третьим... Четвертым... И так далее... Ну... Заготовки уже есть... Вроде бы все получается отлично... Вот смотрите как получается... Вот здесь обязательно нужно... Вот таким вот образом сделать... Потому что ладонь... Она как бы... Вминается... Это под ладонь... А здесь под пальцы... И пальцы... Они как бы... Раздвигаются... И можно удержать... За ручку... Вот эту вот... Всю чажесть... Ну вроде понятно... Конечно бы... Изгиб еще бы больше... Еще бы лучше бы было... Но этого уже достаточно... Чтобы... Делать размах... И рука... Не вырвется... Таким вот образом... Вот эту часть... Верхнюю я оставлю... Потому что... Все-таки... Дерево еще сырое... И когда все высохнет... Я... Дальше буду... Ее... Туда... Забивать... Продевать... Можно оставить ручку... Конечно... Шлифануть... Не важно чем... Стекло можно шлифануть... Можно еще чем-либо... Но когда она не шлифованная... Вот эта ручка... Она очень и очень удобная... И не скользит... Вот смотрите... Здесь... Вот такая конфигурация... И если бы я на ладонь укладываю... А ладонь же... Она... Смотрите... Пальцы сжимаются... И ладонь... Как бы вот так вот... Обхватывает эту ручку... И пальцы... Пальцы... Именно пальцы... Прижимают... Все это... К ладони... И очень удобно держать... Не круглое... А именно... Вот такого... Вида... Ну вроде понятно... И чтобы отсюда... Вот это лезвие... Смотрелось просто идеально... Ну вроде понятно... Да... Если вот так вот посмотреть... Просто идеально... Можно таким вот образом посмотреть... Просто шикарно... Вот врать не буду... Это вот на самом деле... Сделал... Но... Удар-то теперь получается... Вот таким вот образом... И сейчас я буду... Дальше... Делать... Окончательную... Работу... Чтобы удар был... Просто прекрасный... Этим я сейчас и буду заниматься... То есть... Полукрут такой сделаю... Врать не буду... Это вот на самом деле... Что я врать буду что ли? Все такое грязное... Ну ничего... Вот смотрите как получилось... Было вот так... А стало вот так... А теперь... Вот и реально можно посмотреть... И вот... И вот... И вот... Верния... У... У... Слышим... И вот... Аааа... чурка не поверите тяжелая вот этого чурка до ужаса а расколоть ее было просто невозможно а теперь пожалуйста одни трещины появились сильно не бью а то могу сломать все-таки сырое мягкое вот видели да работа идет всей плоскостью прилегания хотя угол такой вот классный что за дерево мне подсунули сам даже не знаю аж сот бежит поднять вот представляете вот такая вот работа теперь будет очень удобно раз и классно вот этого шикарно мне это нравится и скоро вы тоже будете как новенькие вчера в прогретую топку кирпичной печи запихал колон установил по вертикали чтобы не повело березовую ручку при сушке в этой печи специально запихал колон чтобы вся влага из березовой ручки испарилась что и произошло при ощупывании чувствуешь что это березовая ручка просто нагретая а сам металл колуна просто горячий вот врать не буду но посмотреть вот здесь на образование щелей то этих щелей просто нет вот врать не буду на самом деле хотя вот эта березовая ручка была просто пропитана влагой она была просто сырая до ужаса а при сушки за всю ночь никаких щелей не образовалась и колун держится просто на этой ручке шикарно теперь мне нужно продолжить дальше вот этот колун туда пробивать как можно ближе вот краю этой ручки и колун будет готов вот врать не буду если посмотреть на лезвие до края вот этой ручки то просто идеально получилось без какого-либо прогиба при сушке этой березовой ручки вот врать не буду этот на самом деле просто идеально получилось я сделаю подсветку и мы просмотрим как это все выглядит ну просто классно вообще класса получилось в ладони ручка дело держится просто шикарно и пусть она так и останется не шлифованная держится просто шикарно все осталось немножко доделать и колумб уже будет готов к бою просто шикарно я просто вот прощупываю потому что березовая ручка такая тепленькая и приятно смотреть на этот колумб который вышел из этой кирпичной печи и Продолжение следует... Продолжение следует... Вот смотрите, как получается, когда происходит удар, вот эта тяжелая часть стремится двигаться быстрее. И я никаких поправок не делаю, а как идет движение вот этого колуна на ручке, я вот здесь вот просто срезаю вот эти вот замятины, вот такие вот, завернутая часть древесины. Вот таким вот образом срезаю, срезаю и получится так, что теперь угол получается просто идеальный. Не под 90 градусов, ну вроде понятно, сейчас я вам покажу угол. Не под 90 градусов, а именно так, как человек стоит и держится и производит удар. И весь удар теперь будет происходить ровно на вот этот колун, вот таким вот образом. То есть при ударе, при ударе, вот таким вот образом, весь удар будет происходить вот таким вот образом в центр, а не на ручку. И ручка всегда останется целой, ну вроде понятно. Вот видите, как получается, здесь срезал и здесь сейчас продеваю таким вот образом потихонечку, помаленечку, не торопясь. Видите, как получается. И дальше продолжаю. Опять. Прям чувствуется запах. От нагрева вот этой вот ручки, которая была в печи. Прям запах такой прям приятный. Прям запах такой прям. Прям превратить. Прям. Подзем. Прям. Прям. . ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот и все. Дальше нет смысла продевать. Вот так и останется. Вот это вот место нужно немножко отпилить. Все, вот врать не буду. Просто идеально. Колун насажен на березовую ручку. Никаких смещений не произошло. Насадка получилась просто шикарная. И подрезка происходит для того, чтобы не было никаких щелей. Здесь все равно происходит вот такой вот клин вот этой ручки, верхней части. А здесь тоже есть клин. И то есть клин начинается вот отсюда до сих пор. То есть работа будет по полной программе. Вот врать не буду, это вот на самом деле. Просто шикарно. Вообще идеально получилось. Все.